МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О том, как будет выглядеть вообще этот поезд, который за 5 часов отвезет Кировчан в Нижний. У нас очень удобное расписание. Я бы не сказал, что нас, прежде всего, интересует, как он будет выглядеть, что будет внутри. Какие удобства предоставляются. Интерьеры этого поезда. Сервис какой, да. Ну, то, что анонсировано, довольно симпатично это выглядит. И по сравнению с другими составами поездами можно быстрее доехать. Вагоны в «Ласточке» бывают разными, как я вчера выяснила. Вот подробности нам будут рассказывать. Вот видишь, да. После 12.30. Есть о чем пообщаться с специалистом. Александр Ливанов в нашей студии, городской садовник, предприниматель, активист проекта «30 секверов». Александр, добрый день. Здравствуйте. Я бы еще добавил картофелевод. Да, кстати, да, да, да. Вот. Хотел сказать, что, наверное, это первый случай, когда человек, которого мы представляем как активиста экологического проекта по озеленению, не знаю, обвиняется в нанесении ущерба зеленым насаждением. Кажется так, да, формулировка? Да, оксюмарон. Того заявления, которое написали на вас в полицию. Вчера стало об этом известно. Вы выложили объяснительную свою, которую писали для участкового, как я понимаю, да? Да, позвонил мне с утра сотрудник полиции. В общем, в полвосьмого мой рабочий день начался именно с разбора этой ситуации. Так, что сказал? Ну, обсудили заявление, которое подало на меня Управление дорожно-парковой инфраструктуры за нанесение вреда зеленым насаждениям и нарушение правил благоустройства города Кирова. И за что же это вам все? Ну, это все долгоиграющая история с акцией по посадке картошки, которую я хотел привлечь внимание к содержанию ненадлежащему газонов и вообще проблема зеленых насаждений в городе. Не дали взять эти картошки, да? Вот тут вопрос хочется сразу задать. Да. Александр, ну вы же взрослый, опытный человек. Подожди, вы же могли отдавать себе отчет в том, что не пройдет бесследно эта история, что вот может она таким образом повернуться и вас попытаются привлечь ответственность. Хотя, между прочим, очень жалко. Потому что земля городская, да? Там же ежегодно высаживаются цветы. Но вот на момент посадки картофеля цветов там еще не было. Не было и не планировалось в этом году. Более того, скажу, что помимо... В смысле? Ну, насколько мне известно, в планах озеления этого участка, в том числе однолетними растениями, не было. И более того, скажу, рядом стоят приподнятые клумбы, которые вдоль стилобата идут и прямо примыкают к дворцу пракосочетания. На них до сих пор растет сорняк, цветут одуванчики. Художники поливают, то есть там все, что угодно растет, да? И сорняки, и все. То есть реакция была конкретно на мою акцию, и высадили вот только на одном участке земли. Вот никакой даже прилегающей там территории, близлежайшей, не досталось ни одного бюджетного рубля. Но вы же себе отдавали отчет в том, что это городская земля, это не ваш приусадебный участок, то есть вы сознательно шли... И не придомовой, как вот я вижу иногда. Ну, что поделать вообще в нашем... Я не знаю, как юридически это правильно все окрестить. Не знаю, самозахват это какой-то общая территория или не самозахват, но... Ну, как, смотрите, вот на... Земля не наша, да? Земля не наша, но земля эта была отравлена, была изъезжена как бы техникой после уборки там зимней грязи там и снега. На ней не планировалось никаких посадок. По сути, это был просто кусок мертвой отравленной земли прямо напротив пешеходного перехода, которая, если бы сейчас ей хотя бы минимально не занялись, просто была бы источником грязи и раздражения для как бы горожан. Больше, более ничего. Тут надо просто вот описать. Думаю, акция на моем приусадебном участке не вызвала бы такой резонанс и не затронула бы души как бы кировчан и не привлекла бы внимания к этой теме. Так что я знал риски, был готов, но считаю, что на данный момент вот те претензии, которые предъявляет администрация ко мне, они абсолютно необоснованы. И я своими действиями только улучшил как бы озеленение этого участка и больше вам скажу, если как бы все-таки посчитают, что отравленная земля и сорняки представляли какую-то ценность для города, то я считаю, что моя картошка, наверное, имела не меньшую ценность, она по крайней мере зеленую ботву и белые цветы бы принесла в город. Вот я намерен в случае какого-то негативного исхода подать встречное заявление на УДПИ с тем, что они захватили как бы мое имущество незаконное и попрошу их вернуть с учетом упущенного урожая мешок картошки ну либо какой-то эквивалент денежный. Сколько было с картошки-то посажено, кстати? В объяснение вы сказали, указали несколько, если не ошибаюсь, да? А потом мешок уже возьмите. Нет, подождите, я фотографирую мешок, который есть урожай. Ну было же подробное видео. Она же выросла бы. Она бы, конечно, выросла бы. Это упущенная выгода называется. Картошка, это не какой-то там нежный. Вот с ведра бы вырос мешок, я думаю, не меньше. Я бы, знаете, вот на вашем месте, чтобы придать остроты всему этому процессу, я бы еще накануне в администрацию позвонил, сказал бы, я такой-то, такой-то, по такому-то адресу, завтра вас только-то, я собираюсь... Я думаю, 9 мая всем было чуть-чуть не до этого. И приглашаю вас поучаствовать в этой процедуре. А прямо 9 мая вы выбрали специальные туда-то, да, чтобы все службы, в том числе правоохранительные, были в этот момент заняты в других местах. Ну, во-первых, у меня в этот день был выходной. И я мог позволить себе в нерабочее время заняться как бы вот такими вот личными делами. Во-вторых, ну, дата такая памятная, и в том числе не исключено, что нас впереди ждут какие-то тяжелые там, может быть, даже голодные годы. И поэтому вот, ну, без всякого как бы сарказма, вот есть вообще такая тема в городе, как городские огороды. О, я хотела про это сказать. Да, и вполне возможно, что на каких-то участках земли, там, в том числе там придомовых, где, ну, экология позволяет, можно было бы в том числе вот такие там посленовые культуры выращивать. Именно с целью как бы сбора урожая. И во всем мире эти практики используются. И в первую очередь для того, чтобы малообеспеченные там незащищенные слои могли самостоятельно как бы, ну, какой-то вот себе иметь там либо доход, либо, ну, просто пропитание. То есть на любой постарь в Кирове, который не вблизи крупных транспортных магистралей находится, раскапывается? Нет, это вполне себе знакомая, да, картина, если, я не знаю, в областном центре, по-моему, этого нет, но если отъехать от города... Я видела на дружбе, я, извини, видела это на дружбе несколько лет назад. То есть вот во дворы, если заходишь, где-то там вот улица Щерса, например, на перекрестке с Попова. Это многоквартирный дом, не одноэтажный. Не одноэтажный, девяти, по-моему, этажка, и вот первый этаж, и перед окнами первого этажа, а там большие расстояния между домами, вместо газона раскопан такой участочек, он огорожен тычечками с веревочками, и там растет картошка, причем это реально там, ну, как минимум полсотки. Ну, я-то хотел сказать, да, про то же самое, по сути, потому что я-то вижу это, когда езжу по области, да, и много у нас мест, где стоит действительно кирпичный, не одноэтажный дом, и рядом разбитые огороды, теплицы стоят. Ну, то есть такая полугородская, полусельская жизнь. Я вполне нормально к этому отношусь. Это и в Кирове есть даже... Это вообще нормальная практика, и, честно говоря, если бы профильные чиновники отреагировали как-то более умно, наверное, мы могли бы увидеть в том числе, может, там, юмористически, а может, нет, какие-то идеи, потому как озеленение в нашем городе можно улучшить. Ну, вот, судя по тому, что сегодня ни один из них не откликнулся на приглашение прийти в студию, видимо, они не очень настроены на диалог, а настроены просто... Не захотели, да. Да, настроены просто там обидеться и подать заявление. Я, на самом деле, пытаюсь, да, посмотреть на эту ситуацию с разных сторон, не только, да, с какой-то критикой выступать, но, понятное дело, с точки зрения администрации им это не понравилось. Ну, надо, да, понимать, отдавать себе отчет, очень не понравилось, Вот мне известно, кстати, что больше не понравилось, то, что вы там чучело еще разместили с фотографией Дмитрия Печенкина, или все-таки вот самоуправство? Судя по тому, что заявлений на чучело не поступало, видимо, УДПИ полностью поддерживает мою позицию в этом плане. Так. Но они, может, все в комплексе. Глядя с вашей стороны, да, и со стороны сочувствующих, и разделяющих вот это мнение о том, что у нас газоны по большей части находятся в ужасном состоянии, это такой крик души получился, да, ну, хоть что-то, то есть такой намек, да, ну, хоть что-то давайте как-то по делу используем эту землю. Если она вот в таком состоянии находится, неприбранном, неухоженном, запущенном, давайте картошку-то хотя бы посадим. Кстати, нечто подобное в других городах бывало уже, да, эти... Или это просто... Ну, я точно читал про то, что в дорожные ямы, например, картошку где-то высаживали в каких-то городах. Да, ковры застилают. Ковры застилали, где-то цветы высаживают. Дорожная тема уже довольно исхоженная, и там много креатива. Не, ну, слушайте, ну, вот если брать этот конкретный участок, то тут, конечно, ну, может быть, не самое хорошее место там, да, для выращивания картофеля. А почему, кстати, оно было именно выбрано? И почему, кстати, картофель? Домрит, домрит. Ну, я в первую очередь, я смотрел какой-то центральный участок, чтобы это, ну, привлекло внимание горожан, чтобы, ну, в том числе, если она зайдет, могли прийти люди посмотреть, как-то обратить внимание. А кучить? Даже просто проходя мимо, да, посмотреть, что ничего себе, у нас тут, оказывается, картошка растет. Второй момент, что смотрел планы по озеленению, то есть у нас планировали порядка 70 тысяч однолетних цветов высадить, плюс кое-какие работы. Смотрел, какие участки остались без внимания. Ой, прости за перебью, я помню, Владимир Быков, я помню, очень любил говорить, сколько у нас будет в этом году цветов высажено. Так было всегда любопытно за этим наблюдать. Генерал говорит о цветах, о красивом. Ну ладно, это так. Поэтому не хотелось, конечно, нанести какой-то ущерб, да, там, где планируются реально какие-то посадки озеленения, как бы, ну, вклиниваться. Я-то очень бережно отношусь, как бы, к городской среде и к озеленению. То есть хотелось максимально как-то деликатно с точки зрения сил вложенных там и бюджетных средств. И, конечно, никакого умысла на ущерб я не имел. Хотелось вот просто эту тему как-то в нужном ключе, чтобы массовое сознание приняло. А почему именно картофель? Потому что это, ну, бюджетная такая история. Ну, потому что это такой диссонанс между городской и сельской жизнью. И самое-самое такое, что обратило бы на себя внимание, все-таки мы к каким-то культурным посадкам более-менее привыкли. Петуни, бархатцы, там, какой-то кустарник, кизильник. Вот у нас очень любят там сажать. Я думаю, что это бы просто было воспринято как работа администрации плановой. А, понятно. Люди не поняли бы, что это... Да, да. Я причем занимаюсь активизмом и работаю в этой теме. Часто обращаю внимание, что когда ты за свои деньги там в каком-то сквере что-то делаешь, какое-то озеленение, очень часто подходят жители, спрашивают, почему так долго. Где вы были раньше? Да, видимо, думая, что я пришел тут на подряде администрации поработать или... И не верят. И не верят, что вообще возможно, что кто-то может вот как бы выйти и просто так там что-то сделать. Ой, у меня сейчас такие какие-то ужасные картины рисуются. Представляете, если бы картошка выросла, да? Так. Потому что картошка, это же посленовые, ядовитые, да? Вот те плоды, которые вырастают после цветения, да? А если бы это кто-то съел ребенок, отравился бы, начали бы выяснять, кто посадил картошку, Ливанов посадил картошку, и все. Ну, смотрите, во-первых... Последствия могли бы быть еще хуже, на мой взгляд. Ну, во-первых, этого не случилось. Во-вторых, вот как только там Петр завез этот клубень к нам в Россию, долгое время он выращивался именно как декоративная культура за свою обильную зеленую массу, да, белые цветы такие, приятный запах. Звание второго хлеба картошка получила уже значительно позже, конечно, да. Так что здесь исторический подтекст вполне присутствует. Видите, какая многогранная, хорошая получилась акция. А в процессе высадки, кстати, не подходили люди, что-то там высказывали? Нет, да сама по себе высадка что заняла там 20 минут. Вообще, на самом деле, да, я удивилась, как вас оттуда не попросили. Ну, так удачно совпало, что реально все были заняты в этот момент как-то. Не все сразу поняли, что... Другие места охраняли. Я причем шел с материалом, с посадочным и с лопатой через театральную площадь. Меня там полковник, охранявший спокойствие граждан, развернул, сказал, что на театральную площадь с лопатой ни в коем случае нельзя. Он пришлось обходить через правительство. А мимо правительства можно с лопатой, понятно. С лопатой мимо правительства нельзя, а то мало ли что, да. Так, ну ладно, значит, пришел участковый вчера, взял с вас объяснительную и ушел. И вы теперь, получается, ждете реакции какой-то. Вам сказали, в какие, примерно, сроки вас известят о том, являетесь вы нарушителем. Не знаю, не знаю. И что конкретно вы нарушили. Да, и чем это может вам грозить? На что? Я-то знаком только с тем, какие были доводы указаны в заявлении. Ну, видимо, заявитель получит свой ответ. А какие были доводы-то все-таки? Ну, доводы я вам уже назвал в начале программы, что я нанес вот некий... Урон. Некий урон. Видимо, полиция должна расследовать, какой урон, как бы нанес, не нанес. Ну, будем ждать. Был ли умысел, были отягчающие обстоятельства. Да, да. Вот это... Организованной группой лиц по предварительному сговору или самостоятельно, да? Ну, вот видите, какие там глубины. Я думаю, что нашей доблестной полиции есть, наверное, чем заняться. В городе столько проблем. Вот будут гонять активистов с парой. Полиция тоже просила, кстати, вчера прокомментировать эту историю. Но полиция тоже сказала, что... Полиция в замешательстве. Да, вы знаете, не совсем как бы наша тема, потому что вообще правило благоустройства – это история муниципалитета. То есть полиция работает вот в нарушениях закона о благоустройстве. Она работает, по-моему, в нескольких только пунктах. Это вот шум, например, да, в ночное время, еще что-то... Законное решение, так называемое. Да, 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 да. То есть вот эта вся история с озеленением и клумбами – это исключительно прерогатива города. Ну, сейчас действует постановление правительства, которое вело мораторий на меры муниципального контроля. То есть муниципальные службы самостоятельно не имеют оснований выйти с проверкой по данному факту. Ну, видимо, настолько хотелось как-то вот какую-то дать обратную реакцию, что вот решили пойти через соседнее, там, министерство. Ну, имели право написать, но написали. Написали, получат свой ответ в утвержденные сроки. Конечно, не сделали ничего такого, да, собственно, невообразимого и невероятного. Но, да, у нас есть, напоминаем, документ в городе – это правила благоустройства муниципального образования города Киров, согласно которому ничего, что является общим, земля, какие-то сооружения, они не должны повреждаться, не использоваться по назначению. И вот я-то подозреваю, что вас как-то по этой линии пытаются привлечь к ответственности. Ну, смотрите, у нас, помимо вот этого, есть закреплено в правилах благоустройства, что все посадки, зеленые насаждения, имеющиеся в городе, в том числе выросшие как-то самостоятельно, они подлежат охране. Это совершенно не мешает… Даже сорняк выросший самостоятельно тоже. Да, ну, в частности, например, там деревья, да, которые могли сами там посеяться, какие-то культурные там виды, они подлежат охране. Это абсолютно не мешает там при реконструкции улицы Карла Маркса полностью сносить все зеленые насаждения вдоль проезжей части и не планировать никаких компенсирующих посадок. А нет компенсирующих посадок? Нет компенсирующих посадок и не будет. Там теперь охранная зона коммуникации, скорее всего, находится. Улица, надо сказать, лысо выглядит. Да, да, и скоро мы будем ходить вот по раскаленным улицам абсолютно непригодным для жизни. Когда нет зелени, нет естественного тенечка, да? Да, нет, сразу падает влажность, сразу повышается температура резко. Ну, я думаю, вы сами, проходя по городу, выбираете скорее тенистую ее часть в жаркое время года. Если есть такая возможность, да. Да, а скоро такой возможности на многих улицах не будет, и к этому бы тоже хотелось привлечь внимание. Ну, у меня возникает подозрение, что если это дело пойдет дальше, как-то логически развиваться, то некая, возможно, административная комиссия будет все-таки, и вызов будет... Да, бога ради, я вот просто заранее хочу предупредить, пускай заочно вторую сторону, я надеюсь, что они слушают наш эфир внимательно, что, ну, просто, ребята, ну, перестаньте позориться, будет комиссия, будет публично эту комиссию, значит, освещать средства массовой информации, как бы, я буду освещать там где-то в своем блоге, ну, просто давайте выходить на какой-то конструктивный диалог, я уже не первый год занимаюсь там темой озеленения, есть хорошие инициативы, есть хорошие проекты, давайте просто, ну, как-то начнем работать над этой темой. Вместо того, чтобы друг другу мешать. Да, да, вместо того, чтобы мешать, можно многие вообще вещи делать за внебюджетные средства, силами горожан, мы этим активно занимаемся, вот призываю там зеленыхозу, ДПИ, администрацию, как-то поддержать наши инициативы, обратить внимание, и вот за 0 рублей 0 копеек, как бы, выполнить, вот, хотя бы то, что можно за это, как бы, за этот ресурс выполнить. А вам не рассказали, кстати, куда делся картофель? Да, сейчас-то как выглядит этот участок, собственно, где посадка была осуществлена. Сейчас этот участок выглядит, ну, некая композиция из однолетних цветов и травы там посажена, старый грунт, насколько мне известно, был вынят вместе с картошкой, и, наверное, утилизирован, вполне возможно, что там даже какой-то класс опасности был ему присвоен. Ну, там, да, вот, между прочим, когда это все происходило, это был конец, по-моему, мая, где-то в 20-х числах, то есть примерно через, там, 2 недели, дней через 10 после того, как вы посадили все, рассказывалось как раз о том, что грунт изымают с тем, что он отравленный. Там же реагенты, на нем цветы расти не могут. Реагенты, масло... Можно выйти вот сюда, вот у нас, посмотреть. Животных, наверняка, и так далее, да. Ну, значит, это третий класс опасности, так вот, на вскидку могу сказать. Поэтому его заменили, поэтому тут не очень даже понятно... То есть привезли новый, плодородный какой-то, да, слой чернозем какой-то. Посадили цветы, вот, пытаются выраживать. Теперь они растут. Да. Слушайте, тут еще можно вести речь о какой-то неполученной выгоде. Может быть, вы хотели продать эту картошку, да, и лишились тем самым определенной части прибыли. Мешка картошки, которые можно было использовать. Ну, вот я и говорю, что, в принципе, могу истребовать обратно. Я не знаю, вот, ну, я понимаю, что картофель, это, наверное, не та тема, которая возле дворца бракосочетаний может быть высажена, если мы говорим про городские огороды. Но мне кажется, что та же самая вот история с цветами. Можно же как-то, вот, блин, акцию какую-то городскую организовать. Сказать, что, ребята, приходите, либо саженцы какие-то, либо еще что-то. Вот эти городские огороды, Александр сказал... Мы каждый год организуем там с проектом 30 скверов и там сейчас уже, наверное, красивым Кировом обменники, куда люди приходят. Мы, наверное, часть растений, которые люди приносят, рассаживаем по скверам. Люди могут прийти и взять к себе во двор какие-то саженцы. То есть это вообще абсолютно нормальная такая социальная тема, которой нужно заниматься. Это же для детей вообще, на самом деле, история интересная. Дети с большим удовольствием приходят, проводим праздники, мастер-классы. По обрезке, по посадке, по уходу. Мы просто рассказываем вообще, какие бывают растения. Многие дети не знают, что такое хоста, что такое, там, астильба, что там, какие бывают луковичные. Многие взрослые не знают этого, Александр. А вот если сейчас отходить конкретно от этой темы, вот этого участка напротив дворца бракосочетания и картофеля, потому что мы сейчас уже понимаем, что сейчас только ждать, да, собственно, какие дальше-то новости будут, какие-то приглашения. Картошка точно уже не вырастет. Картошка уже не вырастет, да. Не выкопали. Тема борщевика, Александр, активно у нас сейчас звучит опять. Вот я не знаю, мы же уже много шишек на лбу набили. Тема борщевика уже настолько изучена, что давайте я коротко прокомментирую. Борщевик растет в первую очередь на загрязненных почвах, на почвах неэксплуатируемых. И здесь нужно просто посмотреть на опыт соседних регионов. Казань, Оренбуржия, Нижний Новгород. Все обочины покошены, все поля распаханы, и никого борщевика там нету. То есть это просто речь идет... Если же с землей ухаживать? В первую очередь здесь идет как бы речь о просто неэффективном использовании земли. Если мы ее бросаем на самотек, если там растут только сосны и борщевик, вместо каких-то там культурных или нужных городу растений, то с этим поделать ничего невозможно. Можно сколько угодно тратить бюджетные средства на реагенты, на какие-то там вылазки, но пока не будет найдена эффективная там форма хозяйствования на этом земельном участке, там будет снова и снова появляться борщевик, а мы просто будем жечь бюджетные деньги без меры. У нас же снова там какая-то программа разрабатывается, да, на уровне регионального правительства. Я считаю, что программа должна быть именно по использованию этой земли, потому что, ну вот просто придите к любому человеку, кто занимается сельским хозяйством, там этой проблемы нету. Там, где ведется хозяйство, этой проблемы просто нет. А мы уже там который год бьемся с администрацией за то, чтобы выделили какой-нибудь бесхозный участок, чтобы в городе появился наконец питомник кустов и деревьев. Вот прекрасная тема. Давайте просто эти поля борщевика распахаем, посадим там растения, которые нужны для городских нужд, для посадки в дулюлиц, для посадки там в парках и скверах, и будет красивая, классная тема. И как бы одним выстрелом убьем двух зайцев. И борщевик поборем, и город получит условно бесплатные или там недорогие саженцы, которые сейчас мы везем с Москвы, из Нижнего Новгорода, из Голландии. Ну, если еще можем везти. А они в Кировской области вообще, эти саженцы, они, ну, как бы хорошего качества? Раньше был у нас, да, свой питомник? В Кирове, в Кировской области есть несколько питомников, много питомников, которые занимаются плодовыми там ягодными тематиками. Есть там советский питомник. Но, конечно, если всерьез заниматься городским озеленением, ни один из этих питомников, во-первых, не потянет по мощностям. Во-вторых, ну, там, муниципальные питомники, отвратительное качество сервиса и как бы ухода за растениями. И, в-третьих, получается, что... А что, в чем причина? Не профессионалы работают? Ну, у меня в том году товарищ пытался для частных нужд купить там в питомнике просто себе там деревья для участка, причем немаленькую партию, порядка 20-30 там взрослых деревьев. Ему, во-первых, отказались показывать, потому что у них там какая-то своя там муниципальная экскурсия там проходила. Во-вторых, сказали, ой, да у нас тут что-то проблемы с трактором, может, вы сами приедете выкопать, а довезти до Кирова и там выгрузить на участки. Ну, это просто вообще какой-то невыполнимый там уровень там сервиса, то есть... Далеко находится этот областной центр? Ну, не близко, да. Рядом с Кировом-то у нас, пожалуй, только у первоцвета есть, есть не Рудницкого прямо в городе, но там небольшой объем производства, его сразу раскупают. Ну, есть еще Югрино. Да, Ягодное. Ягодное, вот то, что там по дороге в аэропорт. Если, ну, серьезная какая-то будет программа по, ну, как бы, озеленению города, это просто капля в море, заказов хватит всем, а сейчас, как бы, тем более нету крупных, крупномерных саженцев, которые подходят для высадки в городе, нету тех видов, которые устойчивы и районированы, как бы, для наших условий, и, конечно же, нету тех объемов. То есть даже Москва, как бы, со всей ее мощью и со всеми, там, подмосковными питомниками большую часть растений везет из Германии, Голландии, как бы. Но он может себе позволить. Да, но и к тому же надо понимать, что наш город, он не единственный, да, в таких запросах, именно в желании. Да, нужно понимать, что сейчас... То есть могли бы мы сотрудничать с другими регионами, и был бы спрос издалека. Не говоря уже о том, что взрослое дерево сейчас, вот там, пятиметровое с хорошим обхватом ствола, с большим комом, стоит, там, порядка, там, 80-80 тысяч. Это без учета транспорта из Москвы. То есть 100 тысяч сейчас стоит посадить хорошее взрослое дерево, такого, как бы, ну, нормального вида. И, а тут, что уж говорить, сколько их, если тысячами начнем сажать по городу, то можно это просто сейчас спокойно начать выращивать из молодых, там, недорогих саженцев, которые, там, по 300-500 рублей стоят в закупе. Либо вообще из семян. Ну, так что, в следующем году будем высаживать на неухоженных клумбах? Ну, дай бог, если будем высаживать. В этом-то году уже поздновато. Вот всю зиму мы бились, бились, ничего не добились. Ну, может, вот как-то в этом году, что-то к нам придет понимание, что мы не можем уже покупать из Голландии. Москва нам не отгрузит, потому что им надо самим. И как бы мы в этой теме остались сами с собой наедине. Я хотела, кстати, спросить. Вот я сейчас только начинаю соображать, что в последние годы у нас действительно начали использовать более массированные вот эти реагенты все, да, во время зимнего периода и деревья наверняка страдают. Ну, их вообще используют нарушения технологий. Вообще реагенты-то предназначены для того, чтобы на несколько часов просто предотвратить застывание ледяной корки. Вот это пресловутый галит, да? Собирать их. Сейчас там Бионорд сыплют, там еще что-то, да. То есть это нужно, чтобы просто какой-то временной интервал дать для уборки этого снега. А у нас так сыплют, что просто чтобы растопить и в ливневку это все утекло. Вот меня это вызывает. То есть концентрация абсолютно и расход несопоставимый с нужными как бы города. И, конечно, в таком виде это очень сильно засаливает почву, наносит большой вред экологии. Технологии, в общем, не соблюдается. То есть реагент это не единственная мера. То есть в комплексе нужно, да, использовать? Ну, в принципе, уже даже в Кирове некоторые дворы используют ту же самую крошку для посыпки, собирают ее потом по весне, используют повторно. Ну, как бы есть много технологий по уборке. Кто-то специальными там средствами трамбует, наносит рельеф на снежный покров. Тоже дает неплохое сцепление там с подошвой. И при этом никаких абсолютно... Вот финны активно используют эту технологию, например. Мы некоторое время назад в нашей студии встречались тоже и, по-моему, говорили о том, что в этом году у нас в областном центре вообще нет никакой программы по высадке деревьев новых. Да, программы нет. Вот последний раз, когда я уточнял, у зеленхоза было порядка 10 тысяч выявлено аварийных деревьев, которые подлежат сносу. Из них порядка 3 тысяч, они имеют финансы и ресурсы как бы людские, чтобы снести фактически. То есть даже спилить могут не все? Даже спилить могут не все. На зеленение, как бы на высадку новых деревьев нету как бы ни толку, ни денег. Но они пишут, конечно, запросы в администрацию, в областное правительство. Но пока с того конца обратной связи положительной нету, насколько я знаю. Ну, может, будут какие-то подряды по озеленению парков. Слушайте, я сейчас опять сижу в мысли, я понимаю, что это капля в море, наверное, но возвращаясь к детям, семьям и всему остальному, а нельзя как-то объявить в городе какую-то акцию, условно говоря, что улицу Карла Маркса мы засаживаем деревьями новыми, саженцы которых сами горожане приносят. И потом горожане уходят и ухаживают за этим деревьем. Тут даже говорить стыдно. Ваша коллега, бывшая Светлана Занько, в прошлом году пыталась совместно с информцентром по атомной энергии высадить в городе целую улицу взрослых саженцев за счет средств Росатома. И администрация города не нашла ни одного места вдоль центральных улиц где-то, где можно было бы за внебюджетное средство посадить эти деревья. В смысле, у нас места нет, куда посадить деревья? Нет, у нас места нет, у нас кругом коммуникации, у нас кругом какие-то охранные зоны, у нас кругом нежелание решать эту проблему. Росли деревья-то как-то? Росли деревья, да. Но это надо понимать, что были старые посадки, потом вдоль этих посадок там... Прокладывали трассы? Прокладывали там кабеля, там прокладывали трубы, и охранные зоны захватывают город. Теперь уже там нельзя. Да, город не видит приоритета. Если был бы приоритет в комфорте, в удобстве горожан, то, конечно, проблема с коммуникациями, она решаема. Можно, тем более у нас сейчас идет крупная концессия, можно спокойно как-то уплотнять коммуникации, делать специализированные коллекторы, тем самым уменьшая охранные зоны, давая какую-то возможность для проектирования и посадки зеленых возрождений. Это не так просто, это намного удорожает, собственно, все это процедурую. Варианта два. Либо этого не делать, и мы будем ходить по раскаленному городу, абсолютно непригодному для жизни, как Солярис, либо мы будем менять приоритеты и какие-то все-таки силы, ум, вкладывать в то, чтобы распоряжаться городскими коммуникациями и выделять какое-то место для озеленения. Невозможно жить ведь просто в асфальте и фасадах. Даже если нет денег бюджетных, то есть можно искать какие-то внебюджетные источники. Есть люди, Сбербанк вкладывает большие средства в озеленение, в озеленение города. Сейчас вот в этом году юбилей фабрики «Весна» 80 лет. Они готовы посадить в городе 80 взрослых деревьев за свой счет. Тоже пока что нету согласованного места. То есть эти средства, они витают. Люди активно хотят вкладываться в эту тему. Я думала, все упирается в недостаток денег. Денег просто не освоенных моря. В устройство Ежовского родникового комплекса, который мы в рамках развития Нижней набережной предлагали. Сбербанк был готов вкладывать до 100 миллионов на стройку, но необходимо было выполнить кадастровые работы и несколько миллионов вложить в проектирование. Администрация города этого не сделала. Упустила 100 миллионов частных денег, которые могли бы быть вложены. Появился бы новый огромный парк с уникальными водными объектами, с водопадами, с родниками, с велотранспортной инфраструктурой. Мы просто этот шанс упустили. Причем в доступности, в отличие от замечательного парка. Да, в самом центре города прямо можно прийти с остановки за 5 минут прогуляться в классном парке вдоль водного объекта. А водный объект — это большая ценность. Его просто так не вырвешь руками. А вот он есть. Наверное. А там еще рельеф. И деньги есть, только толку почему-то нет. Возможно, для администрации это выглядело привлекательно, если бы речь шла о каком-нибудь торговом центре, например. Ну, тут можно только гадать на кофейной гуще. Мы все усилия со стороны как бы горожан и бизнеса сделали, нашли спонсора, разработали концепцию. Уже договорились там со всеми сторонами, чтобы не было конфликтов внутри этого проекта. Причем концепцию выполняли профессиональные архитекторы студии 2х2. Тоже, пользуясь случаем, хочу им большое спасибо сказать. Люди-то за свое время, вкладывая свои средства, делают концепции, предлагают проекты. Хотелось бы, чтобы они не оставались без участия. Вопрос о сотрудничестве власти и общества. Там вопрос кадастровый решается переходом из одного кабинета в другой с заявлением. А вопрос проектирования решается парой миллионов рублей при наших полумиллиардных, миллиардных бюджетах. Ну, камон, ребята, давайте просто вот нам дают 100 миллионов, давайте мы их возьмем и сделаем какой-то классный проект. А сейчас, я так понимаю, что время уже упущено, да? Они же, конечно, эти деньги выделяются на конкурсной основе и нужно побороться и проявить как бы инициативу. Но у нас это не только здесь касается. У нас же та же самая история и с федеральными, с участием федеральных программ. У нас и транспорт почему-то по федеральным программам, там по БКД не делается. У нас выделенки там за эти же деньги там не строятся. У нас там, ну, куча моментов, где можно просто даже бюджетные деньги попросить. Мы не просим почему-то. На этом мы завершаем. Мы запятую поставим. Безусловно, надо будет следить за тем, как ситуация будет дальше развиваться. Какие будут ходы предприняты городской администрации. Ну, вот уже полиция подключилась, да? В общем... Может, губернатор новый подключится. Очень, кстати, хотелось бы, чтобы Александр Соколов послышал сегодняшний. И не из тех людей, кто молчит, да, замалчивает ситуации обо всем, подробно информирует в своих соцсетях и так далее. В общем, мы тоже следим за этим. Александру спасибо. Спасибо. Прощаемся. Спасибо большое. Приходим к следующей теме после рекламы. Чуть больше 10 минут до завершения программы «Дневной разворот». Слышать, кстати, нас можно в прямом эфире не только на частоте 101.0. Вещание организовано на сайтах kirva.ru, в нашем телеграм-канале. И еще одна тема, о которой мы уже неоднократно упоминали. Ласточка. Это ласточка. Ласточка не в смысле, как многие автомобилисты называют, свое транспортное средство. А в том плане, что с 1 июля будет запущен скоростной поезд «Ласточка». И добраться на нем можно будет без особых проблем. Насколько мы понимаем из анонса «Из Кирова в Нижний Новгород». Утром рано он будет отправляться, да, в 6 часов 21 минуту из Кирова в Новгород. Обратное отправление из Нижнего в 18 часов. А, нет, подождите, в 17 часов 52 минуты. Ну, почти в 18 часов, да. Но надо сказать, что тут еще, я не знаю, сейчас Наталья Бутарина, ведущая специалист службы корпоративных коммуникаций Горьковской железной дороги, наверное, и пояснит. Но там две остановки есть. Котельнич, один и Шахуни. То есть до Котельнича и до Шахуни тоже можно будет добраться, наверное, на этом поезде побыстрее. Вот не знаю, предусмотрено это или нет. Наталья, добрый день. Добрый день. Добрый день. Все верно говорите. Действительно, на Новой Ласточке можно и в Котельниче, и в Шахуни спокойно доехать. И, в принципе, удобно по времени. И это быстрее получается, чем на обычной электричке, например, ехать, да? Ну, конечно, конечно, потому что первая остановка из Кирова будет только в Котельниче. То есть, как будто Котельниче проедет без остановок. Успел чуть-чуть задремать, бац, уже Котельнич, надо выходить. Все. Только взлетели, уже садится. Спасибо, Ласточки. Все остается без изменений, да? Ровно 1 июля в 6 часов утра. Нет, нет. Второго? 1 июля стартует у нас Ласточка из Нижнего Новгорода. А, вот оно как. Так. 1 июля она уходит около 6 часов в 17.51, если быть точным. То есть, 6 вечера. 22.52 минуты. Около 1. 5 часов идет, получается, состав. Ну, 4 часа 59 минут. 4 часа 59 минут. Хорошо. Он ночует здесь у нас, да, в Кирове? Ночует и в 6.21 отправляется уже в Нижний Новгород. А в Нижнем Новгороде пассажиры уже очутятся в 11.20. Что очень даже удобно и командировочным, и людям, которые просто хотят поехать на выходные, погулять и вернуться обратно. О, слушайте, я поняла, зачем... Вообще, это для кировчан удобная история, да? Потому что можно приехать на выходные в Нижний Новгород. Ну, для тех, кто решать деловые вопросы едет, понятно, что удобно. Для тех, кто турист и хочет воспользоваться этой возможностью... Частопримечательностями. Да, удобно. И для жителей Нижнего Новгорода тоже удобно, потому что они могут в пятницу после работы фактически, да, в 6 часов вечера сесть и на выходные приехать в Киров, например, в субботу здесь провести, а в воскресенье или в понедельник рано, например, уехать обратно. Ну, вот кто сюда приезжает, посмотреть там на наши какие-то местные красоты, либо не знаю. Посетить, опять же, родственников, многие кировчане переехали жить в Нижний Новгород, поэтому связь у нас теперь налажена очень удобным поездом. И, пожалуй, 5 часов на поезде, это быстрее, чем ехать на машине. Так, конечно, и безопаснее. Быстрее. И безопаснее, конечно. И безопаснее, да. Менее напряжен, что называется. И подозреваешь, что дешевле, если ты едешь один и не берешь с собой попутчик. А вот давайте сейчас о ценах поговорим и о том, что представляется. Давайте. Значит, у нас ласточка будет состоять из пяти стандартных вагонов. То есть ни бизнес-класса в ней нет. Ага. Есть два вагона, в которых могут проезжать инвалиды. Это первые и последние вагоны. Именно в этих вагонах имеются туалетные комнаты. Ага. В первом и в последнем вагоне есть туалет. То есть если ты едешь, например, в третьем вагоне, то тебе надо пройти через второй, оказаться в первом. Там есть туалет. Да, либо в ту, либо в другую сторону. Либо в другую сторону. И там достаточно просторная комната туалетная. То есть и для людей с ограниченными возможностями здоровья на колясках тоже все очень удобно. И действительно увеличены, так скажем, дверные проемы, где можно из вагона в вагон проезжать, да, проходить. Вот. Значит, что касается по классу обслуживания, у нас цены варьируются от 1153 рублей до 1303. Чем отличаются эти вагоны или там эти билеты? Имеется столик или не имеется столик. Все банально. Ага. То есть в каких-то вагонах есть столики. Ну, такие же, как в самолетах, я так понимаю, да? Вот примерно так это будет выглядеть. Нет, там столик или... Да. Где непосредственно располагаться будут пассажиры? В положении сидя? Возможности прилечь не будет? Ласточки? Ну, спинка отгибается. В принципе, можно полулежа вполне себе устроить. Угу. То есть это все-таки вот сиденья такие там. Все вагоны, они однотипные. Да. Наталья, вы сказали про бизнес-вагоны. Я так понимаю, что речь идет, ну, вот о тех ласточках, условно говоря, которые ездят там между Москвой, например, и Нижним Новгородом. Да. Ну, вот смотрите. Они как выглядят? Это вообще ласточку, так скажем, спроектировали, это производители Германии. Это продукт Стименс. Вот. Сейчас ласточку выпускает Уральский завод под маркой Синаро. У них есть несколько вариантов такого подвижного состава. Если 10-вагонная электричка, предполагаете, да, то там есть и блок для бизнес-сообщества, да, где можно, помимо того, что ты путешествуешь в электропоезде, провести совещание, поработать на ноутбуке, что-то такое поделать. Вот. И обычные такие же вагоны, которые будут курсировать при нас. У нас 5-вагонка, поэтому у нас чисто стандартный набор. Это навсегда так будет или вы пока просто спрос изучаете? Например, если будет запрос на более комфортные условия, да. Да, ну, всегда, когда пускается новый поезд, всегда идет исследование, да, спроса пассажиров, наличие услуг, качество обслуживания, нужно ли еще что-то там добавить или наоборот достаточно того, что есть. Поэтому, конечно, в течение года будет исследоваться пассажирский спрос и, естественно, потребности пассажиров, которые пользуются этой электричкой. А будут ли какие-то в пути услуги предлагаться в нашей «Ласточке», не знаю, прохладительные напитки, курица, рыба? У нас там, к сожалению, ни вагона ресторана, ни вагона бара нет. То есть там напитки носить не будут, все нужно покупать с собой? Ну, конечно, да. Удобство, имею в виду подзарядить мобильный телефон? Да, это все имеется. Да, это все есть. Розетки есть. Wi-Fi? Wi-Fi? Ну, Wi-Fi у нас есть. И связки есть, и на вокзале есть. Это вот все зависит от качества предоставляемой связи. То есть все равно будет теряться, конечно. Сказать, что там стабильно на все 100% будет работать интернет, вот я не беру из-за этого сказать. Ну, вдоль дороги, конечно, да, бывают такие мертвые зоны, бывают где работать, но речь идет о мобильном интернете. Wi-Fi непосредственно в самом составе его не будет. Или будет? Вот пока, пока неизвестно, да. Вот в Вятке точно есть у нас, наш железнодорожный Wi-Fi, насчет вот этой электрички пока не могу сказать. А вообще вот это направление Киров-Нижний Новгород, Новгород-Киров, насколько, вот есть какие-то вообще объективные данные, насколько оно будет востребовано, да, что будет с пассажиропотоком? А вообще, что сейчас у нас? У нас ведь, я помню, Наталья, когда-то давно, по-моему, в нулевых годах вводилась такая скоростная электричка. Да, был какой-то имена, формирование был поезд. Да, да, она была очень востребована и очень удобна, точно так же время примерно одинаково, там чуть-чуть попозже уходила из Кирова около 7 утра и прибывала чуть попозже, но тоже пользовалась большим спросом, потому что все поезда, которые вот проходящие, да, из Кирова на Нижний Новгород, они, я не скажу, что очень удобно у нас отправляются. То есть в час ночи, например, если мы едем в 61-м поезд на Владивосток, Москва, да, то есть в Нижний мы будем в 6.45. Или, например, в тем же 89-м наши кировчанам этот поезд в Воркута, Нижний Новгород, вообще из Кирова в 3 часа ночи 16 минут отправляются. Ну, я им ехала однажды. Ну, тот же Воркута-Адвер ближе к 10 вечера у нас, и ты прибываешь в 5 утра. Да, тем более, что если ехать, например, в командировку, а железнодорожники, например, те же самые кировки, очень часто ездят в командировку в Нижний Новгород, поскольку там управление. И для них это тоже удобнее, да. Да, и тоже удобнее. И, во-первых, под конец рабочего дня можно спокойно уехать домой и уже, получается, так ночевать дома. То есть не получится разрывной ночи, что тут не поспал, там не поспал. Тут тоже есть возможность спокойно отдохнуть. А для пассажиров с детьми какие-то особые ценовые условия? Ну, например, семья поехала в Нижний Новгород на выходные. Просто тут какие-то общие, наверное, железнодорожные подходы у нас ржетают. Есть ли скидки вообще для школьников? У нас дети ездят и так со скидкой, 50% школьников у нас есть. Дети до 10 лет имеют еще большую скидку, поэтому, конечно, при оформлении билетов все льготы будут сохранены. Все это будет. Безопасность пассажиров во время движения будут ли сотрудники? Электрички, конечно, там они будут сопровождаться у нас, и билетные кассиры будут находиться, и служба охраны, конечно, полиции. А, кстати, на станциях Котельнич-1 и Шахуни, там же не только выход пассажиров, но и... Посадка. Посадка, да. Да, и посадка тоже будет. Долго ли, кстати, Наталья, долго ли стоянка? То есть, вот просто, чтобы понимать, сколько стоянков Котельниче и Шахуни. Там две минуты или побольше немножко? Пока неизвестно, да? А, Наталья в расписании смотрит. Не может, нужно сейчас посмотреть по маршруту. Не, ну наверняка предусмотрят промежуток времени, которого хватит для того, чтобы, да, люди вышли? Ну, то есть не так, чтобы один человек вышел, один зашел, если будет, например... Ну, стандартная у нас посадка, высадка по Котельниче, две минуты всегда была, и этого достаточно, чтобы выйти и зайти. Ага. Тем более, что люди вряд ли едут с большими тяжелыми сумками, это не поезд дальнего следования, где ты там... Ну, даже с сумками успеваешь за это время, кажется, что-то немного, но на самом деле этого времени вполне хватает. Ну, в Шахуни обычно, вот насколько я помню, стоянка подольше немножечко, там минут 10 примерно, да. Там чуть, да, там чуть подольше. Ну, и, наверное, последний вопрос, мы так подробно все изучили, спасибо вам. Будет ли некая торжественная встреча 2 июля ласточки из Нижнего Новгорода, ну, не знаю, как... Первого, первого, она вечером по 11 ночи, она приедет. Или отправка на следующий день из Кирова в Нижний... Да, вот если вернуться к остановке и в Шахуни, и в Котельниче, запланированы остановки по 2 минуты. По 2 минуты. Так, что касается особой встречи состава... 2 июля. ...и проводов, или все в штатном режиме, в рабочем приедет. Вот мы сейчас как раз на эту тему думаем. Все, понятно. Пока разрабатывается это все. Спасибо большое, Наталья Наталья Бутарина, ведущая специалист службы корпоративных коммуникаций Горьковской железной дороги, про новый поезд «Ласточка» электричка, который пойдет из Кирова в Нижний Новгород и обратно, 5 часов дороги, и вот, и вы в Нижнем. В ежедневном режиме. Да, очень удобное расписание, выходные и в будние, пожалуйста. На этом завершаем передачу. Анна Лапшина, Владимир Сметанин. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok